Добрый день. У вас видео не включило? Добрый день, Игнатий Тихонович. Видело-то нет у вас? Нету, я знаю. Вы меня видите? Я вас вижу, а вы меня нет, да? Ну ничего, я вас слышу, слава Богу за это. Вот. Ну видишь, это ваш прибор такой. У меня с кем разговаривать всегда видно. Понятно. Что-то направит, Володя, ничего тут не сделать. Понятно. Игнатий Тихонович, я впервые с вами на связь выхожу так официально, да, потом без предупреждения, поэтому если у вас занятость какая-то большая, да, вы скажите, когда можно будет позвонить, и я, так сказать, эти моменты воспользуюсь, чтобы не злоупотреблять своим, как говорится, вмешательством. Нет, я совершенно свободен. Так, у нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Да, Игнатий Тихонович, я это знаю, я согласен. Все, слушаю я вас. Говорите спокойно, не торопясь. Игнатий Тихонович, ну я, вы знаете, работаю на шахте Рюшнадбасского номер один в Буглидаре, юристом, вот, ну занимаюсь адвокатской деятельностью. Ну в последнее время я стал больше внимания уделять спасению своей души и своих близких, и поэтому обратился в православие. Хотя Крещон был, как положено, в детском возрасте, помню это. Потом был в своей жизни комсомольцем, пионером, коммунистом даже. Вот, и когда начался путь в 1991 году, я был разочарован в этом марксизме-ленинизме. Оказалось, что это миф, и обратился к православию. Хотя шёл до этого православие через восточные религии, как в Адгита читал, Агни-йога и всякую другую мишуру. Пока не познакомился с одним священником, и он меня не ориентировал на Серафима Роуза, на его книгу «Православие и религия будущего». Я после этого стал более серьёзно относиться к тому, с чему меня в детском возрасте учила моя прабабушка. Она впервые меня водила в Храм Божий. Вот, в настоящее время я посещаю Свято-Тихоновский храм в нашем городе Угридаре, и монастырь Свято-Васильевский, в котором подвязался всё время Архимандриль Зосима. Это один из тех людей, который оказал на меня большающее влияние в плане веры в Господа. Я таких людей не видел никогда, чтобы так искренне молились. Но мне сейчас, после того, как я стал изучать, опять-таки, по вашей рекомендации, по вашему совету, по вашему… Ну так Бог действует. То у меня действительно появилось критическое такое восприятие той нашей действительности церковной, в которой мы оказались. До этого я, когда не читал Библию, Медхий Завет, каноны не знал, для меня это было всё в порядке вещей. Я ничего, так сказать, крамольного не усматривал. А тут вспомнил и увидел, что моего сына, младшего Сергея, он тут со мной рядом находится, у него детский сепаральный паралич, инвалид первой группы, крестили в Екватории, но путём, так вот, веником, по головочке его, с пристуня водичкой. Потому что у нас было человек, наверное, 10 таких вот. Вот. Выдали нам свидетельство о крещении, уплатеемый пошлину соответствующую, и всё потом нормально. Вот. А теперь возникла необходимость крестить его, как положено. Вот. Но всё это время он у меня входит в церковь, сам. Как наступает суббота-воскресенье, он постится, его никто к этому не призывает. И ничем его, так сказать, не спровоцирует, что нарушение этого поста. И причащается каждый воскресенье, практически, когда я хожу в храм. И вот теперь я хотел бы, согласен вопрос, о том, когда можно было бы крестить его. Но хотел бы, конечно, побывать в Потеряевке. Я знаю, что вы требуете, чтобы мы были послушными. Правила тоже определённо знаю, они мне известны. Вот. Но вы, с другой стороны, говорите, что лучше все требования выполнять там, где это можно, по месту своего жительства. Да. В принципе, такая возможность есть. Там в нескольких километрах отсюда есть батюшка, вот, Роман его зовут. Роман. Вот, который сделал специально баптистерию. Это единственный баптистерий, который мне известен во всей, наверное, Донецкой области. Вот. Но он это сделал. И поэтому, вот, я думаю, что... Но, опять-таки, будет ли он меня крестить? Потому что он в этом отношении не уверен, что это будет поступать, он будет правильно. Потому что он считает, что вроде как раз его крестили, хотя таким способом, то это крещение вроде как правильное. Вот. Поэтому у меня, возможно, возникнут определенные сложности в его нормальном крещении. Вот такая ситуация. Вот такой вот первый вопрос. Что бы вы посоветовали? Ну, с батюшкой переговорите. Что бы не было так. Баптистерий большой, а человек заходит там по колено. Его горбатят, и он наклоняется, и вся спина, все наружу. У него не должно быть ни одной волосинки наружу, он должен быть весь погруженный-то. А то, бывает, за что-то хватается рукой-то, ну и будет всю жизнь воровать. Рука-то не крещеная, как ахиллесова пята. Понятно. Ну, если бы, конечно, была такая возможность, я вам сейчас вот как закончим разговаривать, я в конце сброшу вам маршрутку. У нас приезжали тут и из Франции, и из Германии, и из Бразилии, и из Израиля, и кого только не было. Так что, а Украина для нас это вообще одно государство было. Это вообще даже и не вопрос. У меня маршрутка есть. Я давно хотел к вам приехать. Вот, как-то, впервые я попросился, вы сказали, что нет. Ну, так класть будет, значит, нет, так нет. Вот. Поэтому буду ждать своего шанса. А после того, как я посмотрел видео, где вы трудитесь над благоустройством своего поселка, дорогу возводите, и услышал открытым текстом приглашения приезжать помочь в этом мероприятии, ну, тут, думаю, будет и для меня широко более деятельность. Я, в принципе, вырос в рабочей семье, тесно шахтер. Он, правда, умер в 2010 году, на 77-м году жизни. Осталась мама живая, которая буквально позавчера звонила мне и говорит, я обеспокоена, потому что ты не приснился умершим. Это я умерший. Я говорю, мама, всё нормально, я живой, а умерское весь сего для греха. Так вот, Господь призывает умирать для мира сего во Христе. Так что я этим сообщением её сном не огольчился, наоборот, даже обрадовался, что у меня теперь будет новый повод к тому, чтобы поступать так, как нужно поступать православному христианину. И отец Игнатий, у меня ещё такой вопрос возник по нашему священному Писанию. Даже не по Писанию, а по канонам в церкви. Я вычитал одну из канонов о том, что крещение должно совершаться в храме. Так написано. Вот. Это первое. И второе – по мощам мучеников. Что в каждом храме должны находиться мощи того мученика, именем которого назван храм. Это невозможно. Это что именно того мученика, во-первых, такого канона нету. Во-вторых, не частицы мощей, а сам полностью, чтобы мощи его были. И это задача епископа. И поэтому в церкви в продолжение веков менялась, разная подмена была. Поэтому этот канон Седьмого Вселенского Собора нигде сегодня не исполняется. Нигде. Он невыполнимый. Мучеников нету. А которые были мученики в ГУЛАГе, их не знаешь где. Но это для того было, чтобы как-то дать единство с церковью. Христос этого не заповедовал. Это не евангельский канон. Но его выполняли, когда было много мучеников. А что храм именно во имя его, да где ж ты его? Его и никто не знает. Вот наш храм во имя святого Анфима Некомедийского. А у него было общество 32 тысячи. И все вместе с ним сгорели, сожгли. Какие мощи-то когда сожгли? А в честь его называть? Пожалуйста, любого святого. Это утверждено у нас синодом. И поэтому говорить об этом даже и не надо. Это никак. Это невыполнимо. Да и думать об этом не надо. Храм стоит. А что именно только в купеле дома-то? Да это неверно. Христос крестился где? В Иордане. Где князь Владимир крестил? В Днепре. Ну что там? Какой чан-то? Или мы считаем, Евных ехал с Филиппом. Где? Говорит, вот вода. Что мешает креститься? Сошли оба в воду. Оба в воду сошли. Там что, купель посреди дороги стояла? Но это выдуманное все. Это недействительное. И поэтому недействительное оно не воплощается в жизни. Где есть возможность погрузиться? Где? Это не имеет значения. Море будет, океан. Вот сегодня у нас много было знакомых. Хотели приехать там с Днепропетровска. Издалека прямо. Мы всем советуем. Ищите там. И они поехали на Афон. Афон-то православный. Так они. Афон вообще вот это мочение, крапление, мокрой ладошкой полбу ни за что не ставит. Просто издевательство, кощунство. И они выходят и крестят в море. Всем монастырем. Вот так. Моченых воина Ясенецкий совершенно не признавал. Крещеными. Так что это крещение означает погружение. А погружения не было. Ну а мальчики, жулики. Понятно. Игнатий Иханович, и по поводу канонов. Я как-то попросил у нашего пролетария Николая сделать небольшое удивление. В том плане, что у нас в храме не соблюдаются правила, традиции. Это не каноны, это традиция. Когда женщина должна стоять на левой стороне, мужчина на правой стороне. Вот. Ну батюшка сказал так, что у нас храм не типовой. Ну находится он в приспособленном помещении. Вот. Поэтому женщин у нас всегда, большинство мужчин мало. И они занимаются там, где им, так сказать, удобно. Не взирая на эти традиции. Ну греха, конечно, в этом нету, да. Вот. Но такая проблема у нас существует. Второе. Коленопреклоненные молитвы. По канонам нашей церкви, вы знаете, в воскресные дни, и там с Пасхи до Пятидесятницы, коленопреклонения не допускаются, учитывая, что по милости Божией мы, так сказать, являемся чадами Божьими. А сынам Божьим не подобает рабское поклонение. Но, опять-таки, батюшка говорит, что греха в том нету, что люди в воскресные дни тоже стоят на коленях, в храме как католики. Просто это вроде как читается проявление души и так далее. Одна прихожанка говорит, а вы понимаете, мы то дома на коленях не молимся, так вот в храме помолимся, в воскресный день. Вот такая у нас тоже проблема есть. Это связано с тем, что наши прихожане не учат эти каноны, и об этом никто им не рассказывает. И сама постановка вопроса, чтобы в нашем храме была воскресная школа для взрослых, не вызывает восторга нашего настоятеля, мотивируя тем, что он занят требами похороны, отпевания и так далее, и ему на все время не хватает. Но в то же время ничего в этом плане не делается. Я обращался по этому поводу к нашему владыке Илариону Донецкому, Мариупольскому писал и на имя митрополита Киевского и всей Украины, а внутри ответа, правда, не получил. Ну, вы говорите, что вы тоже обращались в эти инстанции в свое время, и ответа никогда не получали. Но такая ситуация тоже существует. По поводу коленопреклонения. Я понимаю, что это не принципиальный вопрос нашей церковной жизни. Но это правило, Сергей. Вас как вещать-то? Сергей, Сергей, отец у меня Егор. А, Сергей Егорович, да? Да. Значит, канонов много. Я говорю, сколько? 719. И поэтому в них мы должны все-таки себя соблюдать. В субботу и воскресенье поста нету. Нету поста. Даже великий пост в субботу и воскресенье разрешается с растительным маслом. А это уже пост считается ослабленным и все. Так что, а я желаю, да мало что ты желаешь. Канонное это есть. Дальше. Коленопреклонение уже в пятницу вечером не совершается. А почему? Чтим седьмой день в субботу, и Христос встал прямо, стоит прямо. И поэтому в церкви коленопреклоненных молитв не может быть в субботу и воскресенье. Другие дни ходи, хоть ты не вставай. Это канон. А раз канон, мы уже, причины никакой нет, только самохотение. На что-то еще можно сослаться, сказать, у нас нет возможности, вот то другое. А это канон, он живой, и он объясняет, чего он от нас добивается. Послушание. Никакого коленопреклонения. Три раза, где есть, когда с чашей священник выходит и благословляет. Вот в этих местах только. То есть, если выходит в воскресный день и с чашей, то это надо все-таки коленопреклонение делать, да? Поклон сделать и встать, до земли поклон, когда священник выходит с чашей и благословляет. А то я абсолютно в этот день никаких поклонов не делаю. Нет, два-то может быть или три поклона, но не больше. А как вот достойно и всякого истину. Какой бы день ни был, по канону должен быть земной поклон. В солнеческие воскресенья, да? Да. Это не... Это, понимаете, канон, правило. Это правило не просто, а духовная скрижаль. Есть книга Дмитрия Солунского, вот, Семена Солунского. Там все описано это. Тут нам нарушать никакой причины нету. Зачем, если это написано? Написано, оно легко выполняется. Далее, послушание. Это просто необходимость наша. И при том, где кланяться? Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Поклон. Три раза читать, три поклона. Не земные, поясные. Поясные, да. Поясные. Если это вам великий пост, ты можешь делать все земные. И даже сейчас можешь делать, кроме субботы и воскресенья. В воскресенье вечером уже можешь делать земные, потому что наступает понедельник. В пятницу вечером уже земных нету, наступает суббота. Вот, в воскресенье ни одного постного нет в году. А суббота одна есть перед Пасхой. Одна суббота в году. Одна единственная. Игнатий Тихонович, а перед причастием пост подсолнечное масло растительное вкушается или тут же запрещено? Нет, не запреты. Запрета на этого нет никакой. Сколько можете? Ну, конечно, надо думать, к чему ты приступаешь. Вот почему раньше называлось не просто пост, а говенье, усиленный пост. Ну, вот у нас четыре раза в году причащается кто может, а кто-то в три раза, но не реже, чем один раз в год. Это, Иоанн Златоус об этом говорит, не одобряем несчастное и нередкое готовность. А я никогда не буду готов, правильно, не будешь. Но все-таки разница есть. Есть, когда ты готовился и когда не готовился. Вот один юноша там, послушник к своему настоятелю говорит, вот, ну, Ава там называет их. Ну, хорошо, вот я готовлюсь там, а потом опять согрешаю. Он говорит, ну, ты же каешься в этом. Да, ну, вот нечаянно я там тебя не послушался или оговорился. Он ему дал два сосуда, говорит, около дороги поставь. И один через каждый час мыл. Вечером, когда принес, говорит, разница есть, там взял там маленечко, а который не мыл ни разу, там на целый палец пыли-то. Значит, разница есть? Да. Вот кается и не кается. Когда каешься перед священником, грех уже делается не сладкий. Вы ушли совсем вниз, маленько повыше как-то, чтобы голову было. У вас много пространства над головой. Как-то вот так, о, вот повыше. Вот так все, закрепите на этом. Оно ушло. Вот так. Она не дает, видите, как. Тут рука закрывает. Вот так все. Все. Вы потом будете смотреть, у меня-то съемка идет, то, что увидите. Ну, это ваш прибор, он не дает включения. От меня не зависит это. Ну, ничего страшного. Ну, вот я вам ответил, что каноны, где есть, тут вопрос отпадает. А когда каноны, если их вообще невыполнимые, то этот канон недействующий. Таких канонов недействующих 270, которые не входят в 719, которые я считаю. Вот иногда спрашивают, меня спросили, а почему пастырь Ерма? И послание Климента, которому Павел передает приветы. Они были за, как бы, все в Новый Завет входило. А сейчас их нету. Нету. Церковь приняла канон. Их выделили в отдельные книги. В отдельные. Они действительно считались вместе. А откровение Яна Богослова, оно не было принято. Его приняли уже там, Третий собор, кажется, шел когда. И поэтому в церкви, когда устанавливалось чин богослужения, откровение не вошло. И нигде по откровению, даже Златоуст нигде не ссылается на откровение. Яна Тихонович, спасибо большое вам. И вот такой вопрос еще у меня возник. Я слушал ваше предыдущее выступление по теме Священного Писания, в том числе и по пророку Третьей книги Ездры. Пророческая. Я ее несколько раз прослушивал, учитывая то, что в таком понятии, как век настоящий, век будущий. Что нынешний век создан для многих, а для немногих век будущий. И туда войдет только остаток, как капля от волны или как капля от дождя. Вот вы можете пояснить, что говорят Святые Отцы по поводу этого будущего века? Не есть ли этот век будущий, когда Господь придет нас во втором происшествии судить? А Господь сказал, придя на землю, найдет ли веру на земле? Дальше много званых, мало избранных. А толковать Третью Ездры не толкует Святые Отцы ни один. И поэтому зачем нам? Мы прочитали, ознакомились, довольны для нас. Тем более, когда я прочитал толкование Лопухина, он говорит все о прошлом. Ну, отдельные места вот такие о будущем. И у меня интерес пропал. То есть я считаю, ссылаюсь на ее, а я не толкователь, не Святой Отец. Поэтому мне достаточно, что... Патристика называется, Святые Отцы, это почти 300 томов. Это огромная-огромная библиотека. Вот. И Преемсирин, Василий Великий, Игнатий Богоносец, Григорий Шудотворец. Ну, все туда входит. Это я зачем буду говорить, что ни один из них не толкует ее. Ни один. Тем более, в Третьей книге Ездры, даже у нас в Православной Библии, где-то 70 стихов упущено нету. Когда перевод шел септуагинты, этого места там не было. А в Ульгате это есть. И поэтому, когда издают католики, Синодальный Первый, то они добавляют это. И она... У меня где-то выставлены эти стихи. Тоже речь идет там о будущем. И поэтому нам этого достаточно. Вот так. Понятно. Я пытался сопоставить то, что написано в Третьей книге Ездры, с откровениями Иоанна Богослова. И получилось у меня такое мнение, но опять-таки оно может быть ошибочное, что у нас действительно очень много людей живет и не постигает ту науку, которую нам Господь предлагает, Божественное Писание. И сами себя обрекают на ту тяжелую жизнь, на те войны, на те негаразды, которые случаются в нашем государстве, в наших семьях. Вот. Так что я из этого вывода делаю. Но мне очень трудно следовать примерам, в том числе тем, которые вы подаете. Вот. Вы для меня, скажем так, ну вы от Бога. Вы как Павел, апостол Павел. Пытался я молиться с тем раз на день, и максимум, что получалось у меня, так это раза три-четыре, не более. Вот. Казалось быть, не тяжело делать эти поклоны, но я делал поклоны только один раз в день, там по утрам, по вечерам лень на меня нападает. Я поэтому иногда писал вам в своих письмах. Значит, отец Игнатий, пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы я не был ленивым. Ну вот, после этого, как матери, если он приснился, что я умер, буду теперь более жестче относиться к самому себе. А то прям иду на поводу своего тела. Хочется поспать, сплю. Вот. Проснулся, лежу, когда можно было встать и попасть. Нет, нет, дружок, это не пойдет. Мегите, написано, не лежите, а бегите. Как на стадионе, ибо многие бегут, а один получает награду. А как так? Да вот сто поклонов. Вот три святой я просчитал, сто поклонов. Семь минут, всего семь минут. Ну и умножь даже. Утренне-вечернее в это не входит. Это отдельно. Вот ночные сюда и дневные, которые между утренними и вечерними попадают. И семь, то я пенсионер, то совершенно нормально. Когда мы в лесу где-то работаем, бывает около дома, комары сильно не кусают, то мы работу прекращали и раз помолились, а опять дальше. Это настроение другое. У тебя разговор другой идет. Это я не могу просто передать словами. Как будто бы кто-то тебя прогладил и все, лишнее из тебя содрал. Ну так сатана не дает мне. Вот мы встаем в 4.40 всегда. Но я встаю раньше 3, там бывает с чем-то, 3.20, потому что я раньше ложусь, чтобы утром успеть выставить ролики. А так мы всегда. А остальные все в 4.40 встают. Это меня интернет заставляет пораньше вставать. Только не кусайся. И меня Господь тоже поднимает на молитву, потому что просыпаюсь практически в одно и то же самое время, где-то около 4.00-6.00 утра. И ленився. Я все время исповедовал батюшке один грех, мелкий грех, но постоянно повторяющийся. И мне потом уже самому стыдно стало, и я от него отказался. Но постараюсь бы отец Игнатий по вашим молитвам отказаться от этой лени. Нет, нет, не годится. Ленивый ни один в царство Божие не войдет. Это не маленький грех. Это большой грех. Это зарытые таланты. Это нет ревности. Огонь погас. Ревности нет. Как я могу лежать спать? Как меня Бог разве до этого призвал? Короткая такая жизнь, а я буду лежать? Ты сам себя накачай такой строгостью. Ты для чего на землю пришел? В это время милиция караулит нас где-то. Корабли плывут, спутники летят, а ты лежишь. Ну-ка встань сейчас же. Сам себе. Ну и у ангела попроси прощения, что я ленивый, огорчаю его. Павел говорит, постоянно в бдении, бдении. Кто спал? Никак. Видение. У пастухи бодрствовали у стада. Ебился Господь. Ныне возвещается радость. Родился Спаситель. Ночью. Ночью это молитв. А надо она не для сна, а только ночью, Золотаус говорит. А для того, как растение умывается росою, так человек слезами. На правителей, за патриарха, за всех надо молиться. Молиться. И родственники свои, болящих, там всех спившихся, всех поминать надо. И ты помолишься, у тебя настроение другое. Льготу себе не надо давать. Дальше лучше не будет. Осень придет. Осень нашей жизни. Ну и ничего. Молодой-то был, пороленился. Ну, я не знаю. Да даже говорить мне стыдно об этом было бы. Мне Бог дал этот огонь. И у меня этого, я просто не знаю. Если где-то чуть-чуть маленько, опять на молитву. Работать руками, работать умом. Работать без устали, ночью и днем. Не позволять себе. И вот иногда спрашивают, а как вы на это смотрите? Там вот отчаяние. Я говорю, я совет дать не могу. Я знаю, это смертельный грех. Смертельный. От сатаны. Ну, я просто не пережил, опыта у меня никакого нет. У меня нет опыта в некоторых грехах. Я не знаю этого. Не знаю. Как отстать от матерка? Я ни одного матерка не сказал за всю жизнь. У меня опыта нет. Я знаю, что это скверно. Мне даже слышать противно. Я из комнаты уйду, если кто-то ругается. Или его выгоню. Сиди. Сиди. У меня такое же самое отношение к этим словам, к этим недугам. Я стараюсь не ругаться. Хотя изредка, изредка бывает, что поддаюсь искушению. А искушаюсь только от собственной жены. Когда на меня что-то идет, как это напрасленно, а я не включаю свое, так сказать, внимание, бдительность и реагирую болезненно. Вот это вот тщеславие. Раз что не по мне, я, так сказать, начинаю вспыхивать, как спичка. А потом, к сожалению, что-то вспыхнуло. Уже дело сделал, уже, так сказать, приходится каяться. А вы в угол, в красный угол, сразу туда упирайтесь, Лестовку, начинайте молиться. У меня тоже она что-то начнет, а я сразу за Лестовку. Кончаю молиться, смотрю, стоит рядом молиться. Вот и все. Приучи ее к этому. Как только вместе поговорили, посмотрели, что на молитву. Как она запыхала, а ты туши молитвой. А она, видишь, тонет человек, когда гневается, кричит. А как сатана подбегает, ты на берегу стоишь, спрыгни ко мне. А ты скажешь, я на берегу спокойствия стою. Туда я не полезу. Зачем же это нужно? Спокойно, резонно. Ты обязан ее учить. Ты глава, ты обязан учить, ну, и быть строгим. Если Дорпилосиот говорит, чем строже относишься к жене, то более она к тебе привязана. Не позволяй, подкаблучником никогда не будь. Вот тебе зачем топор-то на стене? У меня? Вон, у вас топор там я вижу какой-то. А да нет, а это светильник. Подожди, подожди маленько. А что такое? Светильник, это светильник. А, светильник, он на топор похожий. О, я увидал. А я издалека думал топор. Не, не, да ладно, 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 не надо. Это я ошибся. Я так и думал топор, думаю, надо же напоминание о чем-то. Вот так и сказано. Сейчас, Мак, слышь, это, кошку принеси мне белую, а потом котенка. Я сейчас покажу вам котика. И, Татья Тихонович, а дело в том, что я вас не вижу, да, я только слышу вас. Он же не видит вас. А-а-а, они не видят. Ну ладно, покажем потом, не видно. Я вас что-то вижу. Вот моя такая, видишь? У меня белая, потом посмотрите. Да, видеоролик, мы потом включим и посмотрим, когда я буду дальше. Да, 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 это где-то дней через 8, через 10. Ну я постоянно показываю. Я вижу. Игнатий Тихонович, и я знаю ваши оценки тех событий, которые происходят у нас в Украине, связанные с приходом к власти националистов наших, и в то же время русофобов. Я в свое время, когда начались эти события, вот не задумываясь, стал на стороне наших, моих земляков, которые проживают в Донецке, в Донецкой области. Я сам родился в Янакиево, где живет моя мама. И когда наша местная власть проявила колебания, то ли кого поддерживают, или Януковича, который сбежал в Россию, или новую власть, которая, так сказать, ополчилась против Донбасса, потому что он не принял ту власть, которая захватила Каламбур власть в Киеве. И я приходил в нашу администрацию областную в Донецке, взял отпуск, и мы там православные круглые сутки стояли на молитве, читали Акафизы, читали Псалтырь, читали молитвы для того, чтобы Господь вразумил нас, но и в то же время помог нам удержаться и не быть подавленным той силой, которая пришла к власти. А вот после того, как я стал читать Библию более внимательно и усвоил позицию пророка Ездры, нет, не Ездры, а там был другой пророк, Еремия. Вы слышите меня, да? Да, я слушаю. Вот. И он призывал народ и правители сдать город на Бухгаданаросу, потому что, говорит, это Господнее наказание постигло вас, израильчан, за ваши грехи. Вот. И вот сравниваю, как же все-таки нужно нам было поступить разумно, действительно поднять руки и сказать, только могут сказать, только православные, которые понимают источники причину бед, которые постигает наш народ. Да. В данной ситуации мы хотели искренне, чтобы наша власть в Донецке, ДНР удержалась, чтобы нам не навязывали ту историю переписанную, тех бандеров-фашистов, которые в Волыни резню устроили, сейчас героями их возвысили. Вот. То есть мы выступили против возвращения истории, против того, что она навязывает. Вот. И полагали, что в этом правды тоже нету. Вот. Ну, получилась такая ситуация, что часть нашего народа осталась с России, вот хотя Россия и не приняла в свои объятия наш Донбасс, но помогает ему. Но другая часть настроена критически, теперь уже и к России, что вот, мол, помогает Донбассу, и тем самым, так сказать, конфликт, который там продолжается, не угасает, а тлеет. Вот. И вот в данной ситуации я сейчас, думаю, просто молиться за наших, которые там в Донецке находятся, и в то же время молиться и за Порошенко, за ту власть, которая по Божьему попущению к власти пришла за наши грехи. Потому что Донецке в области нашей, это был богатейший край, потому что промышленность хорошо работала, и люди были богаче, чем в других местах. Но богатство это не сопровождалось духовным ростом каким-то. Наоборот, мы видели такие явления, которые, ну, никакой народ, никакую семью не празднует. Наркомания, пьянство, воровство и так далее. Ну, в общем, война, которая пришла в Украину, закономерный итог нашей греховной жизни. Но понимают это далеко не все. Только лишь православные, которые читают Библию, понимают, что в мире под солнцем нового ничего нету, как писал Элизиас, все, что было, то и есть, все, что делается, то и будет делаться. Вот в данной ситуации, как бы вы сказали, как бы вы посоветовали нашим правителям в ДНР, в частности, и в Украине, какой всё-таки нужно вести диалог, к чему идти. Я всё время писал письма Порошенко на эту тему, да, ну, кто я такой, чтобы меня слушать? Вот, ну, меня наоборот даже поругали, что ты, так сказать, себя выставляешь в таком свете, что потом твоих руководителей тоже начнут дёргать, что у тебя там какой-то подчинённый пишет президенту Украины, вот, и ты там порядок у себя тоже навести не можешь с этими своими, так сказать, подчинёнными. Ну, вот такая ситуация сложилась у нас в Украине. Я живу в Угледаре. Жена моя сама из Донецка, которую обстреливали. Мы так, моя жена и мой сын тут как беженцы находятся. А я ж работал на шахте 50 километрах от Донецка. Ну, и по выходным дням приезжал домой. Как это сказать, блокпосты сделали невозможным передвижение этой границы условной в нормальное время. Приходится тратить целый день, чтобы из Угледара приехать в Донецк. Вот, однажды мне вообще не пустили из Донецка в Угледар по надуманным причинам. И тоже было неприятно. Ну, такая вот у нас ситуация в Донбассе, в Украине на сегодняшний день. А вопрос хотел, поехали, скажи. Вот такой вопрос и возникает у нас. Я понял. Разговор-то идёт о том, что в Библию-то не смотрели. И поэтому поплыли. Мы за Петра, вашего президента, молимся каждый день. Поминаем его имя. Нам дано заповедь молиться за царей и за начальствующих. Далее. Попыталась отделиться Чечня в России. Дали отделиться? Две чеченские войны были. Там всё разрушено было. Ну и вот так. А почему-то как-то выступал Александр Лукашенко и говорит, я против того, чтобы от государства отрывали что-то. Вот. Крым он никогда не был украинским. Я про Крым не говорю. Он никогда не был. Вот-то Хрущев по своей самодурости туда отхватил, махнул рукой. Крым никогда не был украинским. Это однозначно. Но Донецк – это другой вопрос. Я сразу говорю, зачем это делают? Я дома, мне тут легко рассуждать. Но мы по Украине два года, три года назад очень много ездили. Много. Там мои книги в Харькове, в Николаеве, в Одессе. Ну и в Киеве, конечно, в двух библиотеках парламентской. Мы много встречались, беседовали с людьми. У нас друзья там живут. Но они как-то живут подальше и в этом нигде не участвуют. Я был, ну я выражаю свою мысль, я к этому не призываю, нигде не пишу. Но я абсолютно против вот этого отделения. Отделения. Ну просто я с людьми все время знаю. Если вот сейчас у них убили там Арсений Павлов, Моторола называются, застрелили. Ну я его смотрю на разные. Я не вижу нигде ни одной фотографии, по которой мой бы дух не был против него. Он совершенно никакой с духовной стороны. Но совершенно никакой. Ругается, матерится, курит, убийца. Но убийца, убийца. И вот его я не против чего не говорю, но потому что... А почему теперь священник рядом с кадилом начинает его там махать кадилом, дым напускает? Вот это зачем? Он избрал путь террориста, путь убийцы. Но это его выбор. И пусть он свое получает. Он скольких осиротил детей? Кого расстреливал? Да пленных даже расстреливал. Ну, мы считаем то, что нам показывают это. Я на него смотрю, у меня ни разу не было положительной эмоции, смотря на него. А на Порошенко я смотрю совершенно нормально. У меня легко идет молитва за него. Я по молитве определяю. А другой... Да, даже молитва нигде не поминается. Могу только сказать, Господи, сокруши его гордость, не дай ему погибнуть. Вот это затеяно, сколько уже погибло, а они не советовали со священным писанием. Священники встряли это. А потом их там прижущили, они оттуда бежали сюда. И здесь сейчас смуту наводят. Патриархийные священники, я знаю их. Поэтому мой ответ такой, этого делать не надо было. Я до этого беседовал Николай Леонов, чемпион там такой был по кикбоксингу. Я ему говорил, что не надо, мы христиане, нам не надо воевать, оружие брать. А он надо, я говорю, ты не доживешь до 50 лет, ролики стоят. Но его убили. Сколько там человек, 28 было в автобусе, а ракета прямой наводкой. Все, и твои там умения крутиться, ногами пинать, они никакой роли не играют. Никакой. Вот этого Моторолу-то убили, там напротив головы взрыв соленаправленный был в лифте. Там все разнесло, там ничего нет, одни остатки были. Но он-то скольких детей осиротил, сколько матерей своих сыновей не получили. Вот взявший меч от меча погибнет. Это больше справедливости. Это Бог так сказал. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. И поэтому не надо удивляться, что музычку там застрелили. Он ходил там, прокурора таскал за галстук, бил, стрелял. Скольких русских солдат погубил в Чечне. Зачем он туда лез? И наконец на него охота, кто там Аваков, на него или кто там, ваши органы дали указание. И застрелили его, и на этом все. Видите, надо смотреть вперед немного. И у меня не было ни одного дня, ни одного часа, чтобы я одобрил действия отделения Донбасса, самопоразглашенной республики. В Америке попытались это сделать, все с грязью смешали. Ни одно государство не разрешит, ни Америка, ни Франция, никто. Почему Украина будет по-другому делать? Я просто как христианин говорю. А власть такая, власть дана для исправления. Какая бы она ни была власть. А что, советская была лучше? Что, при Хрущеве-то не бунтовали? Ну, он же секретарь-то был первый, там. Вы сами знаете. Да. Нет, это не тот путь. А поэтому Россия не помогает. А как она может помогать? Там оружие и все давали. Там добровольцы туда прямо ехали. Техника-то откуда бы у них была? Россия открытой войны только не ведет. А оно к этому подтягивается все. Ну, я и технию одобряю. Куда это годится? Москаляку на геляку. Ну и что из этого дальше? Вы туда пошли, я бы этого не сделал. Нет, надо принимать как данность. А что он Порошенко сделает? От него требует, он ее выдвигает. Он что, шоколад знает? Ему зачем было туда лезть? Ну, захотел маленько порулить. Ну, это его выбор. Пускай он это делает. Он нисколько не хуже Януковича. Нисколько не хуже Ющенко. Тимошенко там, которые были. Вот так. У меня был выбор в свое время, где быть в этой критической ситуации, на какой стороне. Вот. И учитывая, что некого было спросить, я почитал псалтырь и по правилу, которое мне известно было от святых отцов, положил две записочки. Служит мне в армии ДНР идти к Игорю Ивановичу Стрелкову, когда он славянский был, или нет? Ну, вытащил записочку не идти, а хотелось. И я тогда, читая второй раз, в псалтырь написано, что идти. А наш херопедритель Зосима, батюшка, говорил так, что первая мысль — она от Бога, вторая от сатаны. Я пошел к своему духовному отцу, ну, так вот условно. Я очень редко с ним общаюсь, так получилось. И он меня тоже не благословил идти туда. Вот так вот, по Божьей милости, я и остался, так сказать, с семьей в Буглидаре, хотя жена тоже против была, чтобы я брался, так сказать, за оружие и защищал наш Донбасс от вторжения тех, которые нас тут бомбили и расстреливали. И, кстати, я читал в интернете, что ваша община приняла участие в оказании благотворительной помощи жителям пострадавшего Дебальцева. Мне это было очень приятно, что вы тоже, так сказать, в стране, вы имеете свое мнение, правильное мнение по поводу причин этих бедствий. И в то же время вы помогли нашим страживающим жителям Дебальцеву. Большое вам за это спасибо. Вот так вот. У нас спасибо не говорят, говорят «спаси Христос». «Спаси Христос» или «спаси Бог». Да, «спаси Бог». «Спаси Христос». И вот гонят в одном городе, говорят, бегите в другой. Не защищайте, а бегите. Надо научиться бегать. Христос был, говорит, великий беглец. Его тут гонят, он в Египет сбежал. А они сказали, Христос, когда пришел на землю, в это время было у них римское владыщество. Римляне, царствовали. Почему Христос не призывал освободить родное отечество, на свобода? Почему он Богородицу-то не освободил от римского рабства? И где даже намека на это нету? Кесарь выдайте кесарю. Вы зря это все делали-то. Я внутренне молюсь и знаю, это ни в одном государстве не позволит куски отрывать от государства. Нигде, никогда. Я тебе так говорила. И коль пришла к власти та сила, которая сегодня в Киеве, то с этой данностью нужно смириться и терпеливо перестать, пока они сделают свое черное дело. И потом Господь их, как того, на ухода наросся, тоже подвинет в сторону. Да мы почему? Мы живем в Алтайском крае. А мы ежедневно молимся Владимир, Путин, Дмитрий Медведев, Порошенко, Петр. Мы вспоминаем их Обама. Теперь Ордогена мы вспоминаем, сирийского. Вот Аман, у нас есть казах, обратился, говорит, ко Христу, к Кемеровской области, губернатор. Аман Тулеев? Да. И сразу у них заседание было в Чечне, кажется, в Дагестане, там кто там, их руководители, приняли решение убить его. Ну, эти, как говорят, экстремисты. Ну, он мученик будет за Христа. Инатий Тихонович, и еще, чтобы я ваше время не злоупотреблял, потому что я могу долго на эту тему разговаривать. Но всему должна быть мера. Поэтому вот вы, когда нужно, скажите, что вот уже будем пора прекращать. Ну, мы вопросы решаем, я понял. Недели через две накопите вопросы, но только сначала напишите. Напишите под скайпом, я где, свободен или нет. Я скажу, бывает, у меня идет беседа. У меня в очередь иногда собеседники идут. Да, я об этом знаю. И я очень... Я молюсь за вас, Господу, чтобы у вас и рука не болела, и силы были. Все, не болит. Вот видишь, уже не болит. Все, не врач подошел, и как? Я говорю, нормально. А они мне там таблеток, я так и не взял ни одной таблетки. И все нормально. Мне главного стути не давала она повреждена. Она у меня вывернутая была при допросах, там, это сказать. Но, опять же, от Бога, Господь бы не допустил, еще не было. Да, не горячий. Флепет, да? Игнат Ильфинович, будем заканчивать. Спасибо Богу за эту беседу плодотворную. Дай Бог вам здоровья, вашим близким, общение. Хай вам счастить окажет в Украине. Василий Христос, вы другим и говорите. Не за оружие берите, скажи, а за молитву. И сыновей своих не отдавайте на войну с русскими. Мы, украинцы, русские, белорусы, это один народ, один народ. Украинцы, что это, на окраине живут, Украина, однокрайнее. Вот они там и были, там от поляков, от кого нахватались слов. Когда по-украински говорят, мне всегда кажется, что балуются. Слова так уворачивают как-то. Не пропустили, скажи. Не пропустили нас. Игнать Ильич Ильич, ангелы вам хранители. Вам так же, с Богом. Все, отвечайте. Вот, видишь как, поговорили.